Я очень рада, во-первых, что ты приехала на нашу конференцию, и ты наш такой очень постоянный участник наших разных мероприятий. Хотелось бы узнать твои впечатления о том, что здесь происходит, как ты вообще чувствуешь себя, и как атмосфера на этой конференции, и действительно ли она актуальна и нужна, и что здесь вообще происходит, и будет ли какой-то прокурорный момент? Ну, я вообще очень рада приглашению, и действительно рада нашему многолетнему сотрудничеству социальной школы Кайбаса. Вообще здорово, что на этом поле существуете. И, ну, что очень важно, что, собственно, Кайбас – это один из таких, в социальной школе Кайбаса, один из таких, одно из таких мест, которое кристаллизует вокруг себя сообщество. И здорово, что действительно здесь стояла такая конференция, посвященная детям и работе с детьми с тяжелым нарушением развития, со всеми ими. Это здорово, замечательно. Поэтому чувствую я себя хорошо. Вот, потому что, ну, действительно, сообщество пока только еще формируется, да, и мы даже при этой конференции видели, что мы внутри этого сообщества еще не до конца договорились, что мы задумываем ребят, да, вот, каковы по бельминде образовательной. Но вообще такое замахло, что мы здесь обсуждаем и федеральные, и государственные стандарты, обсуждаем какие-то конкретные, ну, практические ходы и технологии. И здорово, замечательно, потому что разные люди могут поучаствовать в разных симпозициях, в разных частях работы этой конференции. Мне кажется, это прекрасно. Я думаю, что это будет полезно. Насколько я поняла, по любым интернетам, потому что ты говоришь, в сегодняшний день где-то был на уровне вхождения в единое поле, в единое понимание проблемы и выработки по единому языку. По крайней мере, да, по крайней мере, обозначение, что этот поле существует, да, стало понятно, что здесь появились люди из разных городов России, да, которые начали работать, да, я думаю, что здесь, конечно, были не все, что там, представлены, которые вообще в этом власти работают, но тем не менее, что поле как-то начало очерчиваться, да, и начало очерчиваться, не только как чисто вот такой более социальной работы, да, социальное такое сопровождение ухода, да, что оно стало чаще, чем более образовательное, да, ну и, соответственно, постепенно появляются люди, которые начинают работать, да, учатся, ну, вот, на какой-то где-то где-то работают, да. Скажи, в месте, там, где ты работаешь, это тема актуальна, да, вы понимаете, да, обучением, да, мы занимаемся обучением, мы, собственно, наша история такого, что мы сначала боролись за реализацию права на обучение, на этой категории, идентичные, что можно улучшить на развитие, мы вместе с родителями это делали, да, мы с организацией, мы с организацией, как, в честь коллектив, сотрудников, в центре лечебной педагогики, да, которая, ну, вот, в Москве это была одна из таких бионерских организаций, которая подбегает идею на обучение, ну, это битвы для детей. Сейчас, на данный момент, мы вышли из государственной системы и поделаем такую программу социальной адаптации, вот так мы ее называем, пространство общения, и на основном по этой теме как раз мы здесь тоже похожи на украшение, конечно, мы понимаем, что обучение это естественная часть вообще, да, высшее сопровождение ребенка и усилия. Для нас это очень актуальная тема, я очень рада, что такая конференция состоялась, это просто хороший начал, потому что мы продолжаем дальше. Как думаешь, какие перспективы развития обучения детей в нашей стране, потому что закон примут недавно и будет только решительное направление. Какие перспективы, когда нам можно ждать результатов этой работы, да, когда уже все дети, скажем так, будут учиться, потому что они по закону имеют на это право, по конференции также. Да, да, и по конференции, и по закону они имеют право, вот, и, ну, в общем, наша такая общая задача, чтобы это случилось как можно быстрее, ну, как можно более разумно и в соответствии, ну, с действительно потребностями этих детей, да, потому что мы, так же, наши детей стали некоторое время, как и назад, в упрекать образовательную систему, но то, что предлагается, не отвечает потребности, да. мне кажется, что на это уйдет некоторое время для того, чтобы мы лучше поняли методы, для того, чтобы мы лучше работали в проблеме, для работы, чтобы мы там закрестировались какие-то, особенно, ну, мне кажется, что особенно важно, это в области коммуникации, да, в этой области ориентировались в разных жизненных ситуациях, в семейных навыках, да, в этой группе детей, конечно, какие-то сентраторы, как учить, как помогать родителям, как сопровождать, как взаимодействовать с семьей, это тоже вот, мы участвуем в этом, в этом, в этом процессе. Вот. Когда появится результат, очень-очень сильно зависит от нас, самих, от тех людей, которые непосредственно эту работу осуществляют, и от тех людей, которые, ну, помогают составить такую методическую и законодательную базу, которая позволяет вот эти вот верхние законы, да, что ли, верхние и, вот эти, декларации, да, реализовать в конкретную жизнь, да, потому что это все понятно, что в разных странах это происходит по-разному, вот мы можем, мне кажется, вполне учиться у тех стран, которые прошли в этом направлении, на нашу определенную ситуацию. Здесь присутствуют наши коллеги из Германии, из Польши, там, да, и вот люди из Финляндии, здорово. Будем надеяться, что наша конференция даст тоже какой-то импульс, чтобы все-таки дети, любые дети, независимо от их психофизического состояния, могли учиться и могли реализовывать свое право на оперирование. Да, и чтобы они могли, вот мы в прошлый раз тоже про это говорили, чтобы они могли, ну, реализовывать, реализовывать какой-то свой такой вот личностный потенциал, да, чтобы они могли быть воплощены вот в этом мире как личности, чтобы они могли здесь сообщать нам о своих желаниях, каких-то предпочтениях, да, вот, о том, чтобы они обладевали способами, вот, чтобы мы подстраивались под это, да, чтобы мы искали место в этой жизни, Это я очень-очень надеюсь. Спасибо, Настя.